с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 17 апреля всемирный день гемофилии день людей которые страдают болезнью несвертываемость крови при этом заболевание возникает кровоизлияние в суставы мышцы и внутренние органы как спонтанной так и в результате травмы или хирургического вмешательства при гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента от кровоизлияния мозг и другие жизненно важные органы даже при незначительной травме также сегодня день ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск мвд россии у родившихся в этот день 1894 год в этот мир приходит никита сергеевич хрущев первый секретарь цк кпсс сын простого крестьянина шахтер обыкновенный слесарь который получил минимальное образование он до конца так и не научился писать без орфографических ошибок был вознесен на такую вершину власти что нам и не снилось 17 апреля 1964 года на юбилейном торжестве честь 70-летия хрущева леонид брежнев говорит ваше имя стало символом борьбы народов за всеобщий мир против замыслов империалистических агрессоров ровно через полгода в октябре 64 брежнев и другие заговорщики свергли хрущева и заставили дорогого никита сергеевича уйти на пенсию 1968 год день рождения аллы юрьевны перфиловой певицы российская эстрадная певица работающая под именем валерия народная артистка россии член совета по культуре искусству при президенте российской федерации ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1521 год диета червей отлучила от церкви немецкого церковного реформатора мартина лютера папа римский лев 10 предает лютера анафеме а годом позже критика церкви еще и признали еретиком и только благодаря заступничеству саксонского курфюрста фридриха третьего мудрого ему удалось сохранить жизнь лютер продолжил свою реформаторскую деятельность перевел библию на немецкий язык и заложил основы того что сегодня называется сложным словом протестантизм 1722 год пётр первый водит подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год яркое свидетельство насильственной европеизации проводимая царем первые подобные меры против бород были предприняты царем после его возвращения из поездки в европу в августе 1699 пётр первый выпускает указ о ношении немецкого платья обрети и бород и усов о хождении раскольникам в указанном для них одеянии согласно которому с нового года тогда он начинался 1 сентября ношение бород стало налогооблагаемым 1824 год российско-американский договор по аляске восстановлена свобода плавания и ловли рыбы но русские владения ограничены 54 параллелью начала постепенного ухода россии с тихоокеанского побережья северной америки 1877 год лев николаевич толстой закончил роман анна каренина читатели были в восторге и ждали продолжения о критике оценивали творения толстого по-разному салтыков щедрин например негативно отзывался по поводу карениной воронскому он дал памфлет на и сатирическое название влюбленный бык а говоря о самом романе он определил толстовское творение как коровий роман по мнению критика ткачева роман отличался скандальной пустотой содержания 1912 год ленский расстрел забастовка рабочих ленских золотых приисков к этому дню длится уже месяц бастующий требует установления 8 часового рабочего дня увеличения зарплаты отмены штрафов и прочее жандармы арестовывают часть членов забастовочного комитета около 3000 рабочих идут к прииску чтобы вручить прокурору жалобу мирное шествие встречено залпами 270 убита 250 ранено в ответ на все оставшиеся рабочие вместе семьями организованно покидают прииски 1918 год генерал краснов начинает формирование в новочеркасске донской казачьей армии нарушив данное им после разгрома двинутых на революционный петроград войск честное слово прекратить борьбу советской властью 1961 вторжение противников фиделя кастро на кубу в районе плая херон десант будет разгромлен большая часть высадившихся захвачена в плен долгие переговоры о судьбе пленников завершаться поставкой на кубу продовольствия и медикаментов на сумму 53 миллиона долларов сша понесут серьезный политический урон так как окажутся в полной изоляции на международной арене правда на некоторое время 1975 год коммунистический переворот в индокитае во главе нового камбоджийского правительства встает полпот первым шагом которого будет высылка двух миллионов жителей пнампеня в деревне этим начнется эпоха террора и уничтожения красными кхмерами собственного народа 1992 год за россией официально закрепляют два государственных названия все утреннее заседание 17 апреля съезд народных депутатов рсфср посвящает поиску выхода из кризиса который сложился из-за разногласий по поводу названия страны в итоге острых дебатов съезд утверждает предложение президента закрепить за государством два официальных названия российская федерация и россия 2002 год на втором телеканале финиширует пока сериала санта-барбара теле эпопея появилась на ртр в 92-м году и смогла прожить в эфире беспрецедентно долгий срок 10 лет в этот день россияне смотрят последнюю 2040 серию на которую распространялись российские авторские права то есть финала на государственном телевидении зрители так и не увидели ну и самое последнее бум сериального кино в новейшей истории 2011 год премьера сериала игра престолов это фэнтези но не про эльфов и гномов как властелин колец а нечто вроде исторического романа про средневековые интриги войны и так далее несколько дворянских родов дерутся за власть над континентом герои состоят в очень сложных родственных отношениях постоянно предают друг друга свергают естественно убивают штурмуют крепости и немножечко занимаются любовью в общем все как в реальной жизни только все ждут концовку очередного сезона и начало следующего плюс в отличие от реальной истории тут есть драконы зомби и боевые мамонты специалист утверждает что все это изначально было основано на книгах джорджа мартина но джордж пишет так медленно что сюжет сериала уже его обогнал и поэтому авторы сами могут придумывать дальнейшие сюжеты а вот будут ли они далее еще большой вопрос с вами был николай пивненко в проекте дата